Девчонки и не только девчонки! Все, кто смотрит это видео, сегодня записываю начало для влога. Я только что снимала видео про Алиэкспресс, по-моему, в 505 раз. На самом деле, мне уже, если честно, вот у меня просто крик души, мне настолько это надоело, потому что я не могу отснять с первого раза так, чтобы мне понравилось, мне приходится переснимать, чтобы там пробовать довести его до совершенства, и все равно не получается. На самом деле, я очень люблю свое дело, обожаю свой блог, и я ни в коем случае не хочу ни закрывать его, ни уходить. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я хочу заниматься этим дальше. Но вот эти вот постоянные пересъемки меня очень сильно выматывают. Я сама не знаю, честно говоря, зачем я это делаю, но бывает... Знаете, вот снимаю видео, смотрю на себя и думаю, кажется, у меня там где-то что-то кривое, кажется, здесь бровь одна светлее, другая темнее, там что-то еще, и мне приходится переснимать. Но это бред, на самом деле, многие люди этого даже не заметят, и даже не обратят внимания, просто я это знаю, и поэтому мне приходится переснимать. Честно говоря, от этого очень сильно устаешь, и поэтому получается 4 видео в месяц, но я на самом деле хочу снимать гораздо чаще, нужно как-то научиться, ну, не то, что пустить все на самотек и снимать там какие-то фиговые совсем видео, нет, просто научиться принимать себя такой, какая ты уже есть. Ну, да, бывает, что плохо отснято, бывает, что камера трясется, но как-то не хочется людям никакого дискомфорта заставлять, поэтому, в общем-то, я и переснимаю. Ну, надеюсь, я скоро себя переборю, и видео мои в обычном режиме начнут снова выходить. И сегодня хотела вам показать, как мы оформили детскую комнату еще только на 50%, потому что нет ни мебели, которая там должна быть, кроме одного комода. Мы ребенка еще туда не переселяем, все никак не могу на это решиться. Думаю, что, может быть, ему там страшно будет, да и вообще, если честно, ну, тяжеловато так среди ночи бегать, так он рядом спит, но не совсем рядом со своей кровати, там где-то в паре метров от нас, и проще, конечно, встать вот так вот. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы уже это сделаем, потому что ему очень нравится в своей комнате. Вот покажу, какой декор мы с Алиэкспресс заказывали туда. Тоже не все пришло, в этот раз все посылки, которые были заказаны в августе месяце. Кстати, у многих читала такие отзывы, половины не пришло, все открывали спор, все возвращали деньги, и продавцы сами без проблем возвращали деньги. Просто мне плохо в том плане, что мне не хватает вот на четвертое видео, но надеюсь, что сейчас я получу все остальные посылки, те, что не показывала в прошлом, в прошлые разы, да, их тоже в новое видео вставлю. Вот, так что, если вам интересно, что же у нас тут получилось, ну, еще по мере того покажу все, что я хотела показать. У меня даже записи уже делаю, чтобы ничего не забыть, так что поехали. Я хотела вам, девчонки, показать, что у нас уже есть к Новому году, какие елочные игрушки. Елку я еще со старой квартиры не забирала, пока я спросила своего брата, нужна она там или нет, он сказал, что ему она там не нужна, в общем, поэтому я заберу, мне она очень нравится. В этом году игрушки у нас будут вот такие, мы каждый год покупаем какие-то новые игрушки, вот, и сейчас в магазине висит очень много вот таких пушистых шариков, то есть они сверху пушистые, а внутри у них довольно такая жесткая основа. Ну, они, конечно же, не бьющиеся, так что в связи с тем, что ребенок еще маленький, ему год и два только, ему все интересно, он просто везде лезет, поэтому было решено покупать то, что не бьется. И на той елке у меня, мы, кстати, с прошлого года еще не разобрали, там тоже в основном все игрушки не бьющиеся. Я еще с Алиэкспресс заказала много новогоднего декора, но я потом вам покажу уже в отдельном видео. Да, у меня там планируется много чего интересного. И так, что значит, заказали, ой, купила я 4 вот таких игрушки, они были, по-моему, то ли 2,99, то ли 3,99, я точно не помню, единственное, помню вот эти крылья, эти вообще мягкие, они были 2,99, вот, и вот такие шары, разного размера были, разного цвета, но я взяла вот такие цвета, которые, в общем, мне нравятся. Дальше еще взяла одного оленя, потому что Женя их собирает, и я ему сфотографировала, ему очень понравилось. Олень стоил 8 евро, меня просят все время цены называть, ну, вот, я только в евро могу, потому что мы в Эстонии живем, и у нас евро, он достаточно такой тяжелый, и это уже, наверное, 10 или 11 олень, такой нашей небольшой коллекции. И далее хотела вам еще показать вот такую классную гирлянду, которую я заказала пару лет назад на Алиэкспресс, может быть, и года полтора назад, может быть, пару лет. Вот, это одна из самых, наверное, таких удачных и красивых гирлянд, там, которую я довольно часто использую, она мне очень нравится. Она работает от двух таких батареек, и сейчас они уже там садятся, потому что она мне часто горит, но все равно вот видно. Это мне очень нравится сочетание черного и вот этого медного оттенка. Вот, но обязательно потом буду показывать. Я еще заказала 10-метровую гирлянду, знаете, такую тоненькую. Мы будем, Женя, делать поделку на Новый год DIY. Я обязательно сниму видео на эту тему, потому что мне хочется показать вам то, что у нас получится. И, надеюсь, вам тоже пригодится. Так что, если вы собираетесь тоже делать какую-нибудь поделку вместе со мной, то вот закажите эту 10-метровую гирлянду. Она стоит 2,50, по-моему. И на 11 число, 11-11, она будет еще дешевле. Плюс я оставлю вам обязательно промокод, который сделает ее еще дешевле. Ну, то сейчас денег вам вернется. Вот, вместе сделаем поделку. Так что, пока это на сегодняшний день все, что есть. Буду еще докупать и в других видео вам обязательно показывать. И вчера ночью вышла из зоны комфорта. Я не знаю, может, вы замечаете, потому что руки часто мелькают в видео. Обычно у меня маникюр примерно вот в таких оттенках, как мое кресло. Но мне пришел лак. С джум я заказывала 5 штук. И вот среди них был очень красивый вот такой. Я решила сделать подобный маникюр. Очень мне понравился цвет. Поэтому теперь буду вот с такими темными ногтями. Ну, знаете, более такой осенний маникюр. По качеству лаки отличные. В два слоя дают вот такое плотное покрытие. Не знаю, сколько профессионалов, кто занимается маникюром, наносят слоев. Но я всегда наношу два слоя. И вот он отлично держится. Так что теперь у меня такие темные бордовые ногти. И, девчонки, хотела еще с вами посоветоваться насчет новогоднего макияжа. Я обязательно сделаю. Мне кажется, ну, в прошлом году, наверное, я не делала. Да, потому что Олег был совсем маленький. Не до этого было. Ну, сейчас я, в принципе, спокойно смогу сделать, если не будет никакого форс-мажора. На самом деле, я не говорю, что я должна с этими палетками сделать. Просто на данный момент сейчас они мне наиболее интересны. По той причине, что я практически никаких макияжей с ними не делала. Вот эту палетку я купила совсем недавно. Спасибо моей подруге, что она, ну, сделала заказ на себя, потом переслала мне. Потому что у нас на сайтах она стоила очень дорого. А на официальном сайте Urban Decay была, ну, хорошая скидка. Может быть, 20%, может быть, 25%. Так что я очень удачно ее взяла. И вот эти палетки Lime Cry мне тоже нравятся. Но я с ними особо также ничего не делала. И вот еще у меня есть такая сборная палетка. Я, конечно, вообще очень сильно попортила тени. Я вообще не знаю, нафига я этим занималась. Потому что это было очень модно, когда все девочки депортировали свои тени из палеток таких классных. Вот в разные магнитные кейсы. У меня магнитный кейс сломался. Пришлось их сюда сложить. И очень многие тени, вот, например, тени от Too Faced, они повреждены, конечно, уже безвозвратно. И я очень жалею, что была такой дурной и занималась такой ерундистикой. В общем, здесь тоже очень красивые цвета. Вот это, кстати, польские тени Vipera. Очень качественные. Они схожи, мне кажется, с тенями P.S. Вот, видите, у них очень такая хорошая пигментация. И эти тени я использовала в своем макияже. Вообще классные. Это у меня палетка от Debalm. Это все от Too Faced. В таких красивых упаковках было. Но я такая глупая. Вот, так что, может быть, у вас будет какой-то индивидуальный заказ на макияж. Естественно, я все сделать не смогу, но постараюсь постепенно вводить опять на канал. Сейчас, кстати, вы можете смотреть макияжи в Инстаграм. Но пока я сейчас выложила свой первый пробный макияж, именно видеоурок, вы можете там ознакомиться. Ссылка кликабельная будет в инфобоксе. И вот туда мне проще пока макияж записывать. Но я на каналах обязательно верну. Или если у вас есть какие-то фотографии, вы хотите, чтобы я повторила чей-то макияж, то можете тоже мне присылать в Директ в Инстаграм, если вы там есть. Вот так мне гораздо проще, потому что фантазия у меня именно на макияже не очень хорошая. Так что буду вам признательна за помощь. Пишите, какие цвета вы хотите. Может быть, какие-то палетки. У меня их достаточно много. И может быть, в какую-нибудь вы попадете, что у меня она вдруг окажется. И бюджетные палетки тоже парочку у меня есть. И хотела вам, девчонки, показать пару покупок для дома. Кое-что у меня с китайских сайтов. Вот это с Joom. Вот такая полка. И здесь вот такой зайчик-светильник. Очень классный, мне понравился. Я еще очень давно смотрела на Алиэкспресс на него. Но кто-то меня спрашивал, ну много раз спрашивали, делали ли я заказы с Joom. И я решила сделать такой небольшой заказ с Joom. Не только это, я потом отдельно видео сниму и покажу вам. Вот, очень мне понравился по качеству. Посмотрите, он мягкий, для ребенка абсолютно безопасный. Ну, по крайней мере, как написано у продавца. Поэтому Левчик с ним... Вот бегать пару раз он его швырял, поэтому я забрала. И только включаю, когда спать ложится, я отсюда его переношу в другую комнату. А также хотела вот такой пуфик показать. Мне очень-очень нравится этот цвет в последнее время. И когда тоже увидела в магазине, решила его купить. Опять же, постоянно забирает его Лев в свою комнату. Эту крышку снимает и сидит там внутри. Так что я тоже его переношу, когда либо его нет дома, либо когда он ложится спать обратно в свою комнату. А так он, смотрите, очень вместительный. Туда можно что-то положить. Но у меня просто так для красоты стоит. И просто когда в эту комнату ко мне кто-то приходит, абсолютно негде сесть здесь. Потому что здесь одно мое кресло, где я сижу за туалетным столиком. А чтобы человек рядом сел, поговорил со мной, такого не было. Поэтому вот решила. Были еще черные цвета. Ну, конечно, этот цвет меня покорил. И также потихоньку начали уже покупать какие-то зимние вещи. Первое, что я себе взяла, это зимние ботинки. Потому что у меня, не знаю, две или три пары. И они мне как-то уже надоели. Захотелось чего-то нового. К сожалению, каблуки я после защемления нервы носить практически не могу. Только должно быть что-то очень удобное. Поэтому беру обувь вот такого типа. И, в принципе, мне в них очень удобно с ребенком гулять и бегать за ним теперь. Тем более, когда он ходит. Мне вообще марка Оливер очень нравится. Я брала уже в позапрошлом году, по-моему, от них ботинки. И все с ними в порядке. Они отлично носятся. Ну, может быть, еще потому что я очень аккуратно их ношу. И я смотрела, ну, я по отзывам на мембершоп читала. Вот здесь написано, что они мембраны против влаги. И не будут промокать. Поэтому их взяла. Потому что зима у нас в Эстонии, знаете, такие в основном преимущественно мокрые. Это 37-й размер. Может быть, здесь на камере кажется, что они какие-то вытянутые. Но это потому что камера, скорее всего, искажает. Так они довольно аккуратно смотрятся. И кто-то меня спрашивал. Я потому что в сторисах выкладывала. Маломерки они или наоборот. Нет, это 37-й размер. И он на мой 37-й размер. То есть они мне не большие, не маленькие. Так что если будете покупать обувь этого бренда, мало ли где-то, то, знаете, ну, через интернет имею в виду заказы, то они идут размер в размер. Как я уже говорила, эта комната готова на 50%. И, в принципе, я не собиралась ее снимать до того, как мы уже, ну, как бы сделаем все до конца. Тогда я хотела полностью рум-тур отснять. Потому что здесь очень много мебели. Точнее, немного, но здесь есть мебель, которая в этой комнате стоять не будет. Например, вот этот стол, на его месте будет стоять кровать-домик, который мы планируем вообще сделать сами. Хотя изначально хотели заказать ее. У нас она стоит ту, которую мы хотим, в районе 500 евро 467, что ли, сейчас со скидкой. Но одна наша знакомая сказала, что, в принципе, Женя сам может ее сделать. И так как он купил себе циркулярную пилу, мы попробуем сделать ее сами. Так вот, и так как было много запросов, что на сегодняшний день уже сделано, сними, Оксана, я решила вам показать. У него здесь лежит вот такой коврик. Тоже здесь он не будет. Мы заказали специальный ему детский ковер, очень красивый. Должен прийти только 9 декабря. Из-за того, что мы также заказали детский стул ему, чтобы он за этим столом сидел. Я не знаю, с какой страны идет стул, не помню. Из Франции, что ли. Но из-за этого доставка 9 декабря только будет. А заказала я еще в сентябре. Также у него здесь стоят вот такие две корзины для игрушек. Их я заказывала на сайте Алиэкспресс. И они мне очень-очень понравились. Потому что они сверху текстильные, а внутри у них клеенка. Очень удобно мыть от пыли. Ну, когда перебираешь игрушки там, и все будет в порядке. Там они ни пятнами не покрываются. Все это можно смыть. Они очень легко чистятся. Потому что Левчик постоянно поест печенье. Может руками там размазать. Далее здесь у него стоит вот этот комод, который мы вместе с ним обклеивали. Ну, как вместе с ним он мне помогал. И вот этот комод мне очень нравится. Он вместительный. Сюда все вещи его вместились. Ну, которые не висят на вешалках. Ну, повседневные вещи. И также постельное белье. И трусики, маечки и так далее. Вот. Этот комод тоже останется здесь. Снизу у нас там спрятана палатка. Если вы заметили, бигвам мы убрали. Потому что в последнее время он как-то его не особо интересовал. Может быть, он должен быть чуть постарше, чтобы как-то там сидеть. Ну, не нравится. На данный момент он просто бима проходил. Вечно об него спотыкался. Поэтому там у нас убран. Внутри потом поставим, если что. Дальше у нас здесь стоит вот такой органайзер для всяких газет. Тут же на документы лежат. И также некоторые пазлы, которые пока мы ему не даем. Потому что я знаю, что он их обязательно разгрызет. Вот. Один раз дала. Здесь уже отметился он своими зубами. А тем более, у него сейчас режутся зубы. Так это вообще у нас по всему дому грызунки. Вот такая полка, которую я заказывала с сайта Джум. Две штуки еще во время моей беременности. Но вот мы одну сейчас повесили и посадили сюда игрушки. У них здесь не хватает колец резиновых. Они в манеже остались. Манеж мы уже на дачу убрали. Он уже и не нужен. Надо продать его. Игрушки очень классные. Заказывала, если не сказала, с Алиэкспресс. У них внутри. Вот они еще звуки издают. Ну и просто для интерьера очень красиво. Надо будет колечки забрать, чтобы полноценная картина была. И также такой ночник стоит с единорогом. Вот. Также на сайте Джум я заказывала вот такое облачко. Это вешалки. И на них должны были висеть разные игрушки в скандинавском стиле. Вот фотоаппарат деревянный. Но почему-то он мне не пришел. Я уже открыла спор. Мне уже вернули деньги. Не знаю. Наверное, заново закажу. Это, кстати, пластик. Если что. Хотя я думала, я не прочитала. Думала, дерево. Ну и, конечно же, мой любимый ночник Луна, который пользуется очень большим спросом в этой комнате. Постоянно его включаю. С противоположной стороны у нас здесь стоят его игрушки. Это вот эта качалка, которую очень любит. Он тележка, в общем, возит мне абсолютно все и всех. Кубики там свои. Далее вот эта качалка, которая ему очень нравится. Вот сейчас он прямо ее распробовал и с огромным удовольствием сидит. Смотрит там мультики на ней. Вот. Уже она там молоком сбоку запачкана. Ее можно каждый день протирать, потому что он каждый день обязательно что-нибудь по ней развезет. Вот. И также стоит у нас здесь вот такой растущий столик, который называется My Play Room. Это в Эстонию привезли. Вообще это... В Эстонии у нас теперь продаются разные такие штучки для детей. И когда я увидела этот столик в рекламе на Фейсбуке, я сама связалась с продавцом. И она мне сказала, да, что можно заказать прям ко мне в город. Ну, хотя здесь 64 километра разница, по-моему. Вот. И я купила у них вот этот стол. На самом деле я, конечно, брала его с перспективы на будущее, потому что крышка откидывается. И там внутри световая песочница. Также мне прислали килограмм, по-моему, песка и разные штучки, чтобы играть с песком. Скрипки, лопатки, совочки, там, метелочки. Но мы это ничего пока не даем, потому что я знаю, что с этим в итоге будет. Будет песок здесь по всей квартире раскидан. И он обязательно попробует его на вкус. Также эта крышка, когда откидывается, там внутри мольберт, и можно рисовать мелками на нем. Ну, то есть грифельная доска внутри. Вот. Стол этот светится, как я уже сказала или не сказала, не помню. Что касается игрушек, тоже спрашивали, в какие игрушки он любит играть. В основном ему нравятся вот эти вот моторика Кескус. Ну, эти центры для развития мелкой моторики. Он с удовольствием играет с этими кубиками. Здесь у него половины не хватает игрушек, они там в корзине. Очень нравится ему вот эта игрушка, куда мы складываем разные фигурки. И, кстати, он уже знает две фигуры, которые, ну, это он, конечно, запомнил, которые нужно класть. Вот эту оранжевую и фиолетовую. Это он сам пытается, там кладет. Но я думаю, что пока это немножко еще в таком бессознательно, а просто вот он выучил это. Вот. Что еще я хотела сказать? Этот стол деревянный, там еще сертификаты нам разные прислали. В общем, классная вещь. Если вы живете в Эстонии, я могу вам ссылку оставить, посмотрите. У них сейчас скидка действует. Так он 190 евро стоит, а сейчас 145. А на тот момент, когда мы покупали, 135, по-моему, он стоил. Как-то так. Дальше у него здесь стоит вот такой маленький диванчик. Обычно я его двигаю подальше отсюда от розетки. Но в розетку я заказала заглушки, поэтому сейчас они придут. Мы поставим везде заглушки. Но в них особо и не лазит. В целом вот комната. Единственный ее минус такой, знаете, это то, что она очень-очень-очень длинная. Вот была бы она лучше квадратная, сюда намного больше бы вещей поместилось. Было бы намного проще распределить мебель. Но вот, к сожалению, как есть. Вот. Ну, ему здесь очень нравится. Так что вот, пока сделана комната, вот как я и сказала, только на 50%. Но потом уже окончательный результат, когда будет здесь своя кровать у него стоять. Когда будет уже стул, ковер, который мы ему заказали. Я уже сниму. Можем еще что-то переделать. Завтра у нас будет день отца. И Женя заказал себе вот такие подарки у нас с моей мамой. Вот такая огромная разделочная доска. Он очень давно ее хотел. Она смотрится разных кулинарных видео. Но он любит готовить. И поэтому ему нужно, чтобы у него здесь на кухне все было атмосферно. И вот такой нож я тоже ему заказывала с сайта Джум. Он очень-очень тяжелый. Это нож, по-моему, шеф-повара так он называется. И им удобно нарезать, потому что он вот так вот ходит. Он и укроп, и зелень какую-то им нарезал. Сказал, что очень удобно. Ну, я ему, конечно, заранее его подарила. Так что вот теперь у него появился такой комплект. И я тоже на нем смогу что-нибудь готовить. Потому что тоже люблю, когда доска большая, по краям ничего не падает. А предыдущая у нас немножко уже начала рассыхаться. Девчонки, не помню, показывала или нет. С Алиэкспресс заказываю уже вторую себе такую ложку для кофе. Вот у меня есть серебряная. Но решила заказать такого медного красивого цвета. Вообще, очень хорошо их использовать, если вы, допустим, храните свой кофе в оригинальной упаковке. И чтобы он не выдыхался, вот она с зажимом, зажать его. Ну, также и сахар можно хранить, все что угодно. Очень красивые ложки, очень хорошее качество. И там стоили в районе 2 евро, что ли. Но я еще в прошлом году и в этом году тоже арбуз ела. Потому что очень удобно кружочками его оттуда вырезать. Но сейчас преимущественно мы используем его, эту точнее ложку, именно для того, чтобы накладывать кофе в пресс. Вот 4 ложки я себе кладу. Сейчас буду пить кофе и озвучивать видео. Итак, я каждый год показываю свою корзину на Черную Пятницу 11.11. И этот год не исключение. Сейчас покажу, что я туда положила, что я планирую заказать. Несколько заказов, ну точнее не несколько, а очень много заказов были сделаны до распродажи. Потому что я знаю, как долго после распродажи они идут. А так как мне нужно снимать видео, я посмотрела на какие товары будут незначительные скидки. Но там 20 центов 30 и решила заказать их заранее. И я всегда использую расширение от Мегабонус. Также вам оставлю обязательно промокод, которым вы можете воспользоваться и получить еще дополнительную скидку. Если вы не знаете, куда вводится промокод, то я сейчас вам покажу. Так, сюда. Вот сюда вы заходите. Если зарегистрированы. Если нет, то регистрация здесь идет в один клик. И вот здесь активируете промокод, который я укажу вот тут вот. Вы его вводите и получаете на несколько уровней больше от своего текущего статуса. На один или на два, я точно не знаю. На один, по-моему. Сейчас я казначей. Я сэкономила 70 долларов, 60 центов. В ожидании и подтверждении 16 долларов. Доступно для вывода 2.38. Ничего пока не вывожу. Подожду, пока эти деньги перекочуют сюда. Так, ну и давайте посмотрим, что лежит у меня в корзине. Что меня больше всего интересует, это вот такая лампа. Я очень много смотрела фотографий и искала продавца, у которого можно ее заказать. Ну, здесь вот написано, что у продавца плохой рейтинг. Но с этим товаром не возникало проблем. Это вот Мегабонус предупреждает. Поэтому, не знаю, может быть, если буду заказывать, то у него очень понравилось, как она смотрится в интерьере. Как видите, она и сидит, и стоит. И, кстати, когда она сидит, на ноги можно ставить телефон. Вот как тут, например, есть вариант. Здесь также Мегабонус предлагает похожее предложение дешевле других продавцов. Но, по-моему, здесь нет отзывов. Также мне очень понравился вот этот смеситель. Мы сейчас думаем делать попозже чуть-чуть ремонт в ванной комнате. Будем менять и раковину, и ящик. Ну, то есть то, что предыдущих хозяев осталось, нам не нравится. Поэтому думаю сейчас вот насчет вот этого смесителя. У нас тоже, в принципе, в Эстонии выбор неплохой, но мне очень понравился именно этот. Как на фоне черной раковины он смотрится. Вот, вот эта фотография, очень красивая. Вот, поэтому тоже насчет него буду думать. Также спрашивали меня после сториз про вот эту гирлянду. Я заказывала ее 2 года назад, и она до сих пор работает. Прекрасная гирлянда. Думаю заказать еще в размере L, потому что очень мне нравится. Это, наверное, одна из самых красивых гирлянд на Алиэкспресс, которую я только видела. И очень удачно она смотрится. Вот. Ну, пишет, что у нее слабый свет. Ну, не знаю, мне лично все устраивает. Посмотрите, она, в принципе, светит довольно неплохо. Очень меня заинтересовал вот этот костюм. Есть вот такой розовый, тоже такой приятный цвет. Довольно сдержанный, не очень яркий. Но, скорее всего, я возьму вот этот черный. Мне понравился, как он смотрится на девушках. Ну, это такие фигуристые девушки. Не знаю, как на мне, конечно, будет. Но, мне кажется, на весну будет ничего такой симпатичный. Вообще, я хотела себе уже давно сплошной какой-нибудь комбинезон. Также давно вот засматриваюсь на вот эти чехлы для диван. У нас в гостиной стоит диван такого красивого цвета морской волны. Но, хочется иногда в другом цвете на него посмотреть сам. Он мне очень нравится. Поэтому, я смотрю на вот эти чехлы. На самом деле, отзывы тоже очень разные. Но, в основном, положительные. Я посмотрела, как это смотрится у живых людей. То есть, не в рекламе, как у продавца. Посмотрите, вот этот мне особенно понравился. Темно-синий с крупными цветами. Но, здесь еще есть очень красивые варианты. Вот насчет нескольких вариантов, я думаю. Может быть, вот этот еще очень нравится с такими листьями. И, если посмотреть у покупателей, то, в принципе, смотрится... Те, кто грамотно его обтянул, смотрятся неплохо. Так что, не могу сказать, что прям какое-то качество выглядит отвратительно. Кто-то прям близко сфотографировал. Довольно неплохая печать. Вот мне нравится, как на вот этом диване получилось, если немножко здесь заправить. Поэтому, вот насчет этого чехла я еще думаю. Эта стойка очень нравится. Очень красивая. И, смотрела я тоже фотографии реальные. Тоже выглядит довольно неплохо. Еще мне очень понравилась вот эта хлопковая 50 на 50. Написано, что это муслиновые пледы. Еще пеленки делают муслины. 29 отзывов. И все поставили 5 звезд. Мне тоже очень нравится. Пишут, что очень хорошо именно летом под ним спать. Потому что этот плед легкий. И вот смотрю на такие варианты. Приходит все в таком виде. Мне кажется, очень красиво. Тоже насчет него думаю. Специальная цена будет 1429. Не сильно, конечно, подешевеет. Но посмотрим. Что касается каких-то новогодних декораций. Кое-что я заказала уже. Но вот смотрю на вот эту штучку. Которая состоит из 9 рождественских украшений. С оленем, с звездами. Тоже мне очень понравилось, как выглядит. Но на нее только один отзыв. Буду... Ну, пишу, покупайте смело. Покупатели довольны. Найдем товар. Ну да, по одному отзыву, конечно. А вот эти звезды я заказывала в прошлом году. Если вы помните. Тоже у меня их огромное количество. Ну, огромное количество, наверное, штук 6. Вот. Но как раз вот мы подоконник украшали. Очень красиво смотрится. И думаю заказать еще. А также елочка здесь. Такая деревянная. Ну, я вам ссылки обязательно оставлю. Можете посмотреть. Знаете, вот насчет этого я тоже очень думаю. Это... Насколько я знаю, Берри Голл. Это Simple Apparel. Потому что я смотрела. У многих приходят эти кардиганы в упаковках именно. Не знаю, почему они такое название поменяли. Вот этот кардиган смотрю уже очень давно. И вот думаю заказать или нет. На моделях просто шикарно смотрится. Ну, в основном на девушках здесь довольно неплохо выглядит. Вот особенно вот на вот этой девушке. Мне очень понравилось. Я примерно так же хочу, чтобы он на мне выглядел. Поэтому я, наверное, его закажу. 1177 рублей будет он стоить. Вот. Поэтому тоже ссылку оставлю, если вам будет интересно. Ну, футболки еще не знаю. Я уже заказала себе еще 4 штуки. Насчет посуды. Очень хочу поменять всю посуду на какую-нибудь одинаковую. И вот присмотрела себе такие кружки. Тоже для нашей кухни подходят. Черный и зеленый. Потому что все цвета у нас эти... Там гостиные присутствуют. Но у нас совмещенные. Вот. Поэтому... Не знаю. Скидки, я так поняла, на нее не будет. 11-го числа. Здесь еще доставка, кстати, очень дорогая. Поэтому буду искать продавцов, которые, может быть... У кого бесплатная доставка или не такая дорогая. Ну, и остальное по мелочи. Вот так вот. Очень хочу вот эту штуку от Xiaomi. Это увлажнитель воздуха. Xiaomi или Xiaomi. Скажите мне, как правильно. Я точно не знаю, как читается. Вот. Это... Олень воздуха с оленем. Плюс светильник. Тоже мне понравилось, как выглядит на фотографиях. И отзыв я почитала. Тоже довольно приятный. Такой интересный олень на лыжах. Так что вот. Такая у меня была корзина. Здесь еще ковер. Но ковер мы уже купили. Поэтому, наверное, я его из корзины уберу из своей. А то, что я уже сказала. Да, там будет огромное количество посылок. И среди них даже будет мобильный телефон. Поэтому в следующем видео я вам обязательно покажу. Ссылки все будут в описании под видео. Если вам что-то вдруг приглянулось, то смело заглядывайте туда. И не забудьте использовать промок.